Привет, Библия! Тема «Бодрствуйте и ждите». Текст Евангелия от Луки, глава 12 стихи с 35 по 38. Один человек присутствовал на свадьбе. В то время свадьба длилась несколько дней, поэтому люди, которые были на свадьбе, возвращались домой в разное время. Хозяин в сегодняшнем тексте вернулся со свадьбы поздно ночью. Но что же произошло? Когда хозяин вернулся домой и постучал в ворота, слуги были на готове, одежды подпоясаны и светильники зажжены. Слуги искренне ждали хозяина, не зная, когда он вернется. В Библии написано слово о том, что бодрствующие слуги блаженны, ожидающий хозяина, возвращающегося домой, будь то ночью или рано утром. Хозяин похвалил слуг, которые его ждали, не зная, когда он вернется. Поэтому он сам подпоясался, усадил их за стол, готовил еду и служил им. Итак, Иисус много раз говорил о слугах, ожидающих своего господина. Одна из них – притча о хозяине, который, уезжая в чужие края, созвал своих слуг и оставил им свое имущество. Одному он дал пять талантов серебра, другому два таланта серебра и третьему один, а сам уехал. Последний слуга, кажется, получил очень мало денег, но один талант – огромная сумма даже по сегодняшним меркам. Хозяин вернулся через несколько лет и спросил слуг, что они сделали с полученными талантами. Слуги, получившие пять талантов и два таланта, умножили прибыль в пять и два таланта соответственно. Но слуга, получивший один талант, зарыл деньги в землю и вернул хозяину. Тогда господин ему ответил – негодный и ленивый. Но хозяин сказал слугам, получившие пять талантов и два таланта – хорошо, ты добрый и верный слуга, ты был верен в малом деле, я поручу тебе большое, иди на мой пир. Все сегодняшние слова относятся к слугам, которые полностью выполнили работу, которую им поручил хозяин. Первый рассказ касался о слугах, которые ждали хозяина столько времени, сколько он им сказал. И второй рассказ касался о слугах, которые приобрели большую прибыль, усердно работая с деньгами, данными хозяина. Слуги изо всех сил старались сделать то, что сказал им хозяин. И хозяин оценил труд и усилия этих слуг, и он пригласил их на свой пир. Эти слуги, получив прислуживание хозяина, сели на такое место, где мог сидеть только хозяин, ели еду, которую ел хозяин. Дорогие дети, Бог дал нам время, талант и нужное богатство. Это если бы как хозяин, пошедший на пир, оставил время своим слугам, а хозяин, уехавший в другую страну, дал своим слугам таланты. Итак, если мы хорошо управляем и используем то, что дал нам Бог, разве мы не сможем присутствовать за столом господина, и в радости господина, о которых говорил Иисус? Субтитры создавал DimaTorzok